Для счастья холодной зимой этим людям достаточно горячей каши. Так в тесноте да не в обиде в бесплатной столовой при храме всех святых в Посадском переулке проходит обед. В благотворительную трапезную ежедневно приходят до 60 бездомных. В меню то макароны, то каша, то супы. Варят прихожане из того, что принесли неравнодушные ивановцы в качестве гуманитарной помощи. Наталья уже год в свободное от работы время варит еду бездомным и привозит сюда, чтобы их накормить. Ну, кушают они все. Реально все мы готовим вкусно, стараемся. А готовим мы из продуктов, которые приносят люди на пожертвования. И тушенку приносят, и курицу, и фарш приносят, макароны, гречку, рис, масло. В общем, все продукты. Перед каждым обедом обязательно молитва. Единственное условие – пьяных здесь не привечают. Трапезную организовал отец Виктор, настоятель храмов всех святых. Ежедневно он проводит здесь службы, общается с прихожанами и теми, кто волей судьбы оказался за чертой бедности. Социальное служение отец Виктор поставил на поток. Это примерно 9 направлений, начиная с людей, страживающих алкоголизмом, наркоманией. Это люди, которые имеют ограниченное жизненное положение. То есть инвалиды, с ними сотрудничаем, помогаем организациям, которые их устраивают и кормляют. Дальше это и дела волонтерства, помощи детской стороне, многодетным семьям. В социальных сетях также организована группа помощи церкви. Называется православное движение «Милосердие». Волонтеры помогают, ездят в детские дома, собирают посылки нуждающимся. При храме Ильи Пророка существует вещевой склад. Он находится здесь, на улице Кольцо, 18. Принести сюда вещи могут любые граждане, только предварительно согласовав свой приход, позвонив. А забрать отсюда вещи могут многодетные семьи, нуждающиеся и безработные. Поскольку сейчас зима, особенная потребность есть в теплых зимних вещах. Сюда приносят куртки, шапки, варежки, детскую одежду и обувь. Новыми вещи обязательно быть не должны. Главное, чтобы чистые. Заведует вещевым складом прихожанка Галина Макарова. Она отбирает вещи и решает, кому что достанется. Многодетным и нуждающимся получше алкоголикам и бездомным потеплее. Им ведь не до моды. В этом вагончике при храме можно переждать холода. Иногда там принимает доктор, выдают медикаменты. Социальное служение – очень сложная вещь, особенно если учесть, что благодарны за помощь далеко не всем. Люди, которые, в общем, без работы остались, они потерянны. Это люди еще, люди. И они очень стесняются, как-то очень боятся, очень плохо себя чувствуют. Просить они не умеют. А то, что вот эти, которые мы кормим, это у них в порядке вещей. Мы им обязаны. Но когда вы начинаете с ними работать, то есть у них у каждого индивидуально своя судьба. Стараешься проникнуться в это. И если не проникнешься, лучше вообще здесь не находиться. Очень трудно тогда быть. Помогают храму жители города не так активно, как раньше. Поэтому и меню для бездомных довольно скудное. И вещей докупать не всегда получается. Но от социального служения здесь не откажутся в любом случае. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иванова.